Всем привет, с вами Диодант, и сегодня я вам вкратце расскажу о такой игре, как Invisible Inc. Данная игра вышла совсем недавно и привлекла мое внимание тем, что ее одобрили 98% игроков в Steam. Для меня было приятно отметить тот факт, что и разработчиком является студия Clay, так как я уже знаком с их проектами, такими как Don't Starve и Mark of the Nights. Разработчики игры не отрицают, что на нее большое влияние оказал знаменитый XCOM. Тем не менее, у этих проектов различий гораздо больше, нежели сходств. Взять хотя бы сюжет Invisible Inc., завязанным на том, что в недалеком будущем к мировой власти окончательно пришли мега-корпорации. Вам предстоит играть за тайное сообщество хакеров и шпионов, которые находятся в бегах, и под нашим управлением различным агентам, жаждущим проникнуть в офис ненавистных корпораций, следует отправиться на рискованные миссии. Поначалу в распоряжении есть всего пара героев, однако, выполняя задания и получая опыт, вы постепенно откроете доступ к новым персонажам. На мой взгляд, создателям игры удалось удачно совместить в Invisible Inc. стилистике различных игр, а именно концепцию XCOM, графический стиль Марков, Зенинце и немного Team Fortress, а также атмосферу Watch Dogs. Следует отметить один немаловажный момент. В игре почти все генерируется случайным образом. Уровни, маршруты охранников, их внешность, а также добыча и цели миссии. Можно спасать захваченных в плен коллег. Можно добывать снаряжение, гаджеты или программы, а можно просто воровать деньги и информацию, которая, как известно, в будущем является самым ценным ресурсом. Несмотря на то, что в игре на данный момент отсутствует локализация, она понятна на интуитивном уровне даже для тех, кто не играл в подобные пошаговые стратегии. Более того, с помощью широкого спектра настроек уровня сложности, вы сможете подстроить игру под себя. Но в то же самое время, Invisible Inc. жестоко карает за каждый ваш косяк, каждую оплошность и неверный шаг. Она требует от вас филигранной точности, не ради каких-то достижений или бонусов, а просто из необходимости, потому что Invisible Inc. — это именно та игра, которая не терпит Диодон Стайла.